Некоторые эксперты проводят параллели и приводят в качестве примера мюнхенский сговор, когда нацистской Германии позволили взять территорию Чехословакии взамен того, чтобы, испугавшись, чтобы в дальнейшем на откуп отдали Чехословакию, чтобы в дальнейшем нацистская Германия и Гитлер не напали на европейские другие державы. Не похоже ли вот то, что происходит сейчас с Украиной, на те же события? Как вы думаете? Я уже говорил, что есть два варианта развития, которые будут. И второй вариант именно, назовем мюнхенский вариант, когда, скажем, ну, маловероятный вариант, когда страны Запада скажут, ну, пусть забирают, пусть успокоятся. Вряд ли, потому что это было уже испробовано один раз в 2014 году, и сейчас явно, что это не дает выхода из ситуации, наоборот это обостряет конфронтацию. Тем более, есть, да, опыт мюнхенского сговора тоже, ну, тогда, да, другая ситуация, там же был судет, вопрос судета, а судеты были, в основном, именно немцы жили, территория судета была передана, это часть Австро-Венгрии была, там другая ситуация. Здесь совсем другое, но самое главное, я думаю, что есть отрицательный опыт, что это не сдерживает Путина, и поэтому, наверное, будут все-таки жесткие санкции против его окружения. Я думаю, вот, будет такая тактика, нужно, как скажем, ну, убрать Путина, назовем так. Физически? Не важно, физически или просто с поста, как это можно делать? Это можно делать именно через тот круг, который ближний круг, дальний круг, или кооператив озера, который есть, то есть, тех людей, олигархов, которые в окно его, и те, которые занимают высокие посты. А для этого нужно ограничить возможность у этих людей передвижению по миру, доступ к своим же собственностям на Западе, к своим же банковским счетам. То есть, как недавно говорил один из олигархов, у меня там дом на берегу Женевского моря, но я не могу туда поехать, потому что мне просто не разрешают. Тот же, помните, вот, в прошлом году, когда, вот, оба, два дома, беребаски, один в Нью-Йорке, другой в Вашингтоне, вот, полиция окружила и обыскивали. То есть, через нагнетание недовольства вокруг Путина постараться мирным или не очень-то мирным путем иметь нового руководителя России. Потому что идти на войну с Россией бессмысленно, ведь для России жертвы, как он сказал, да, пойдут в рай, они так будут думать. А для мира, все-таки, скажем, Запад ценит своих граждан, своих солдат гораздо больше.